Здравствуйте, уважаемые друзья! Итак, тема ролика «Английское влияние на массы». Итак, вот вся эта история с трагедией, с Крокус-Сити-Холл, само название абсолютно антирусское, не имеющее никакого отношения ни к русскому народу, ни к России. Но оно показывает, что гражданин Агаларов, он гражданин Азербайджана и, по некоторым данным, гражданин Великобритании, жена и дочь гражданин США, то есть внедрял в российское психологическое поле, не российские стандарты, прежде всего культурные традиции и так далее. Крокус-Сити-Холл, а не Дом народного творчества, и так далее. То есть он владелец крупнейшего торгово-развлекательного центра в России сети, ну вот вчера там была информация, аж три в Вегаса, там, в Филях, в Кунцево, еще один там, закрываются с 25 марта, да. Ну, то есть вот иностранец, владелец крупнейшей торгово-развлекательной сети России вообще, причем десятилетий, на что хотелось обратить внимание. Ну, начинал он с торговли матрешками, да, через год уже было создано обратение, совместно российско-американское предприятие по организации выставок и так далее. Затем эта вся система бывшего, младшего научного сотрудника, он начинал, создал кооператив, там, по продаже матрешек, да, передана была кому? Англичанам. Вот на это хотел обратить внимание. В Англии специально с 91-го года, после развала СР, была создана фирма, которая полностью контролировала, не только в России, но во всех бывших советских республиках, всю выставочно-рекламную деятельность. И на английские стандарты внедрились. Я напомню, там, запомните, для специалистов, кто более внимательно посмотрит, это Вестокский институт психологических отношений, Центр психологической войны. В Великобритании древнейший, работает, да. И вот на что хотел еще обратить внимание. «Психология массы народов» Густав Лебон. Потрясающая работа 1895 года. Там первая книга, я читал ее, давно читал, еще при Советском Союзе. Первая книга о психологии народов, вторая «Психология массы». Психология толпы, как толпой управлять, инстинкты, там, и так далее. Импульсы. И вот, собственно, все эти торгово-развлекательные центры, которые находятся, обратите внимание, то была совместно американская, британская, вот, фирма, которая продан был, выставочный весь бизнес. Это англосаксы, которые внедряют свои стандарты, стереотипы, влияние на толпу. Что такое торгово-развлекательные центры? Названия все на английском. Вся система давления на человека англосаксонская, которая претит вообще русскому духу. Это и есть вот английское влияние на массы, которое осуществляется десятилетиями. Можно сказать, что это попытка воссоздать вот эту сухаревую башню, третью башню бабла, третий храм бабла, который Сталин в 1934 году по кирпичику разобрал. То есть, речь идет, понимаете, о создании механического влияния таких глобальных на психику через торгово-развлекательные центры. Ну, понимает это Агаларов или нет, я не знаю, для него ли важен только бизнес, или он вообще, так сказать, просто наемный менеджер, а деньги-то там лондонских банкеров. Ну, это вопрос спецслужб. Вот здесь принципиальный момент, что вот это Крокурс Сити Холл, крупнейший торговый развлекательный центр России. Ни одного русского слова в названии. Понимаете? Эта матрица англосаксонская накладывается на психологию масс населения России. И так по всей стране. Вегас. Причем здесь Вегас, да? Это развлекательный центр в Соединенных Штатах Америки, да? Три центра Вегас есть на территории Москвы, крупнейшие, развлекательные. Ну, вот это просто пример. Еще раз, Густав Лебон, психология Маста, Вестокский институт человеческих отношений, институт, центр психологической войны Великобритании, который как раз разграбатывает различные методики. И вот через выставочную и главную деятельность торгово-развлекательную все эти стандарты, которые не соответствуют абсолютно русскому духу, русской матрице, они внедряются. Вот эта сама ситуация она вскрывает вот эти английские консервы, которые заложены, мины психологические, заложены вот после развала Советского Союза внутри нашей страны. Такова моя точка зрения. это на соразмышления. Кто-то согласится, кто-то нет. Я довел свою информацию. Спасибо за внимание. Подписываемся на мой канал, ставим лайки.